Запланированный еще на вторую половину августа визит мэра Москвы Сергея Собянина в Саратовскую область сегодня наконец состоялся. Он начался с короткого посещения музея трудовой и боевой славы, после чего столичный градоначальник направился к зданию областного правительства, где планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между субъектами. В холле правительства столичного мэра уже ждали местные производители, которые наперебой рассказывали о достоинствах своей продукции. Ознакомившись с саратовскими товарами, главы регионов поднялись в Белый зал. Торжественная церемония открылась взаимными благодарностями Радаева и Собянина. Очень важно сказать, Сергей Семенович, перед подписанием соглашения и высказать лично вам, вашим коллегам, правительству Москвы слова благодарности за то, что уже в 2016 году все-таки город Саратов, Саратовская область почувствовала сегодня поддержку. Вы развиваетесь, насколько вы привносите новые направления, как урбанистика. И буквально два дня назад вы опять рассказали о концепте развития, но нам было очень важно, что в этом совещании принимают участие и город Саратов, и те специалисты, которые сегодня помогают городу Москве в разработке перспективы, мы как бы работаем сегодня тоже с ними, с тем, чтобы все-таки совершенно другим сегодня сделать наш город-столичный город, город Саратов. Огромное спасибо за прямую поддержку нашего города. Мы получили уже часть спецтехники, получили скорые помощи, получили спецтехнику, для нас это все-таки очень большая поддержка. В ответ столичный мэр благодарил руководство региона за тыловую поддержку. Во время кризиса, во время санкций взаимных, Москва не испытывала дефицита продовольствия, во многом благодаря тому, что такие регионы, как Саратов, помогли Москве, поставляя самую разнообразную продукцию. После вступительных слов руководители регионов скрепили подписями соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и программу его реализации на 2016-2020 годы. Затем были подписаны договоры между Минсельхозом Саратовской области и профильным департаментом Москвы, а также меморандумы о поставке продукции местных производителей, таких как Белая долина, дубки, кондитерская и макаронная фабрики, ведущие розничные сети столицы. Главы субъектов выразили надежду, что подписанные сегодня документы станут залогом процветания регионов.